До торжественной церемонии вручения премии сочинцы возложили гирлянду памяти к мемориальной доске. Установлена она на доме, в котором Петр Бажанов жил с 1954 по 1975 год. Здесь, на улице Рос, прошло все детство сына сочинского мэра. Сегодня Евгений Петрович, заслуженный деятель науки России, дипломат, с трепетом и ностальгией смотрит на окна своего отчего дома и вспоминает о всех заслугах отца. Тогда, в 60-е, Сочи переживал настоящий культурный ренессанс. Заботился о председатель исполкома городского совета Сочи Петр Бажанов и об улучшении архитектурного облика города. Благодаря его стараниям на курорте появились и знаковые гостиницы. Жемчужина, Москва, Магнолия. Были построены стадион и цирк. Герб курорта, звание почетный гражданин города Сочи – все это инициативы Петра Бажанова. Но самой главной заслугой отца Евгений Бажанов считает его программу по переселению сочинцев из ветхого жилья. Рад гости тому, что эта работа в городе продолжается и сегодня благодаря главе города Анатолию Пахомову. И большинство сочинцев в начале этого процесса не в домах таких жили, а в хибарах. Начиная отсюда до реки Сочи были хибары и каждую весну их затапливало. Вода до потолка, там чемоданы плавают, кушетки, а люди на улице ночуют. И так это каждый год повторялось. Это ужасные были действительно условия. И когда люди переселили в дома, которые, может быть, сейчас не смотрятся как великолепные и лучшие в мире, но, по крайней мере, люди были счастливы. В 1971 году Петр Бажанов ушел с поста мэра Сочи, а в 1975 – из жизни. Ему было 63 года. Номинанты же премии имени легендарного сочинского градоначальника за поддержку культурных инициатив – это сочинцы, подхватившие эстафету Бажанова, способствующие развитию и процветанию родного города. Среди них писатели, общественные деятели, журналисты и чиновники. И тогда, в момент вручения, и сейчас я трепещу от этого, что мне удалось внести какую-то свою маленькую лепту, но свою в это замечательную, в эту палитру, в это разноцветие культурных инициатив нашего города, которые от тех времен и сейчас продолжают развиваться. Сегодня же номинантом премии Петра Бажанова стали начальник управления культуры города Лидия Кузьмина, заслуженная артистка России, телеведущая Алла Журавлева. Специальной же премии председателя экспертного совета премии Евгения Бажанова удостоилась Людмила Ищенко, программный редактор телекомпании «ФКТ», автор программы «Однажды в городе С». Одну из программ в рамках полюбившегося всем горожанам телевизионного цикла Людмила Анатольевна посвятила и бывшему сочинскому мэру Петру Бажанову. Буквально вчера ко мне подошла женщина с вопросом, а когда будет повтор? Я хочу, чтобы эту программу увидели мои дети. Вы знаете, вот ради таких слов и стоит работать. А получением этой премии я очень горжусь. Сегодня интерес к истории города как никогда велик. Я это совершенно точно знаю по своей программе «Однажды в городе С». Ведь у нас существует обратная связь со зрителями. Мне очень часто звонят, приходят, приносят фотографии. Вот уникальность этой программы в том, что она уникальна тем, что у нее много соавторов. Главный герой – горой, а соавторы тоже весь город. Я этим тоже очень горжусь. Ответный, в прямом смысле памятный подарок получили и учредители премии. Самому Бажанову Людмила Ищенко передала музыкальный фильм о Сочи его молодости, а директору Сочинского филармонического объединения – ценнейшее видео 30-х годов, а именно кадры открытия Зимнего театра. Ну а саму программу о Петре Бажанове из цикла «Однажды в городе С» можно посмотреть в четверг в 6.30 и в пятницу в 18 часов.